Новейший российский истребитель-бомбардировщик, который на западе окрестили громким именем Черная Чума. У нас же он проходит под довольно скромным индексным названием АТН-51. По факту, это тяжелый сверхзвуковой самолет, информация о котором гуляет по просторам интернета с 2011 года. АТН-51, по заявлениям российских разработчиков-конструкторов, самолет способен развивать суперскорость. Полет Москва-Вашингтон займет всего два часа. На борту планируется устанавливать 10 сверхзвуковых ракет различного назначения и четырьмя гиперзвуковыми ракетами воздух-воздух. Эксперты предполагают, что подобный аппарат может создаваться на случай так называемого арктического конфликта. За счет высокой скорости полета данный бомбардировщик способен выполнять любые задачи ПВО, а также уничтожение объектов с высокой скоростью полета. В зависимости от ситуации в Арктике самолет сможет применяться для патрулирования этих участков. Потенциал данной машины столь велик, что ее рассматривают как уничтожитель спутников. Еще одно предполагаемое направление в эксплуатации – это применение Ю-71, которое тоже разрабатывается для применения ракет Сармат. Для решения современных боевых задач сейчас хватает стоящих на вооружении СУ и МИК. Что примечательно, не имеющий аналогов все же имеет их в лице американского, также секретного ТР-3Б Блэк Манта. Истребитель США очень похож по тактико-техническим характеристикам, но имеет отличия во внешнем виде. В нем он больше схож с Лонгхед Ф-117 «Найт Хавк». Отечественный повторяет классический дизайн самолетов этого класса. Западные эксперты говорят, что мир сможет увидеть обе машины, когда нефтяные запасы будут заканчиваться. Появится необходимость в разработке арктического шлейфа. Очень большие залежи подводного газа и нефти, а главные претенденты на них – США и Российская Федерация. На данный момент истинной информации от ТТХ АТН-51 нет. Имеющиеся на данный момент в свободном доступе файлы позволяют предположить следующие особенности. Крылья трапециевидной формы, плоский и широкий фюзеляж, в чем есть отголоски технологии стелс. Остекление кабины имеется только спереди, сзади она переходит в обтекаемый выступ фюзеляжа. На самолете должны устанавливаться топливные баки с запасом горючего в 26-32 тонны, которого хватит на полет без дозаправки на 15 тысяч километров. В качестве силового агрегата должен использоваться двухконтурный двигатель, оснащенный контролируемым вектором тяги. По утверждению авиационных специалистов, истребитель будет способен развить крайне высокую скорость. По предварительным данным, ее показатель должен составить около 4,5 маха, или 5400 км в час. С данной скоростью, по словам проектировщиков, должен развивать АТН-51 «Черная чума». Также по предварительным данным, применяемый на практике потолок будет в пределах 33-43 км. Более подробная информация на тему чумы уже долгое время не появлялась как в интернете, так и в выпусках передач про данную тематику. Можно предположить, что все хорошее засекречено, и руководство проекта полностью блокирует возможные утечки, связанные с новейшим истребителем-бомбардировщиком, чтобы неожиданно сделать сюрприз западным партнерам. ВКС нечасто любит раскрывать важную информацию для посторонних, тем более в момент обострения ситуации. Но также это может означать и то, что разработку данного аппарата просто заморозили ввиду определенных факторов, таких, например, как отсутствие перспектив в применении на данный момент или нехватке финансирования проекта, как это часто бывает. Но споры на тематических форумах ведутся и сейчас, спустя почти 10 лет с момента появления первой информации об этом чуде военной инженерии. Возможно, в 2021 году нам представят опытный образец, который не потеряет в своих возможностях от того, что указано в сообществах. А на этом все. Вы были на канале ТопАрмия. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Я с вами прощаюсь. Всем пока.